В этой хрупкой, весёлой и обаятельной девушке скрыта невероятная сила таланта. За свои 30 лет Мария Затонская покорила множество творческих вершин. Мария – поэт, лауреат литературных конкурсов и фестивалей, обладательница премий, а также член Союза писателей России. Она активно участвует как в культурной жизни родного города Сарова, так и выезжает за его пределы. Литературные события всегда вдохновляют молодую поэтессу, дарят творческие силы. Для Марии это как глоток свежего воздуха. У меня вообще появилась такая особенность, что если я куда-то выезжаю и там нет лекций, семинаров, то мне как-то некуда себя деть. Потому что я привыкла, что отдых всегда сопровождаются чем-то продуктивным, что наконец-то вот литература, вот мои друзья-поэты, вот мы собираемся, что-то обсуждаем. И когда просто отдых ради отдыха, ради каких-то, ради развлечений, я уже как-то отвыкла получать от этого удовольствие. К сожалению, мне кажется, это упущение, потому что отдыхать тоже надо. Вот. Так что я превращаюсь в такого фанатика немножко, наверное. Вот. А последний раз вот я была в Уфе на семинаре журнала «Звезда». И я там ощутила даже, что я устала и хочу домой, потому что уже столько поездок было. И я уже немножко перенасытилась, и уже как-то может возраст сказывать. Я уже не знаю, я грешу, что мне 30 лет. Вот. Домой бы сейчас, вот там сесть на свой там диван, взять там любимую книжечку. Там у меня кошка есть, кошку погладить, уже какие-то бытовые вещи появились. Вот. Но, безусловно, каждый семинар дает что-то, что-то новое. И он дает знакомство. Например, вот у меня выйдет публикация в журнале «Звезда». Самотек, толстый журнал читают редко, потому что им шлют отовсюду миллион писем. Вот. Поэтому, когда ты присутствуешь рядом с мастером, с редактором журнала, он, это же возможность лично показать ему свои стихи. Опять же, вот участие в этом семинаре, да. И он уже, он их уже читает, да. Ничего не нужно ждать там ответа, отсылать в какую-то общую почту этого журнала, где там что-то будет валяться, миллион лет, и никто это не прочитает. Нет, все, он уже, он у тебя уже в руках. И ты можешь спросить, так, вы будете отпечатать или не будете? Говорите. Доброй традицией для Марии Затонской стало участие в ежегодном слете молодых литераторов, который проходит неподалеку от села Большой Болдина в Нижегородской области. Лето, природа, музыка и поэзия. Здесь Мария отдыхает душой и телом, заряжается новыми впечатлениями, эмоциями и, конечно, вдохновением. Ежегодно на слете молодых литераторов собираются яркие и талантливые авторы из разных уголков России для обмена опытом, экспертного разбора своих работ и теплого дружеского общения. На этот раз мероприятие прошло в новом формате. Оно стало частью литературной премии Нижегородской области «Болдинская осень». В числе авторов длинного списка премии в номинации поэзия стала и саровчанка Мария Затонская. Слет в данном случае был неким промежуточным этапом. На него пригласили людей из длинного списка так называемого. Этот длинный список составляли ридеры. В ридеры входили писатели, поэты. Ридеры составили длинный список, в который в каждой номинации вошли по 15 человек. Номинации поэзия, проза, литературная критика. Слет молодых литераторов и премия «Болдинская осень» проходили на берегу живописного озера, неподалеку от Большого Болдина. Три дня на природе были проникнуты творческой атмосферой и лирическим настроем. Начинающие поэты, писатели, критики и музыканты посещали лекции и мастер-классы именитых авторов, читали свои произведения, слушали конструктивную критику экспертов. В процессе обсуждений, как раз таки произведений, я для себя что-то поняла, потому что давали советы мастерам. И плюс вообще любое событие, оно же откладывается на человека, тем более такое необычное, не вписывающееся в рамки повседневное, оно все равно как-то меняет. И это нельзя выразить, но это ощущаешь, что ты вышел из слета каким-то другим. Так происходит каждый год. На конкурс Мария отправила подборку стихотворений, которую назвала «Саровские миниатюры». В них девушка отразила то, что видит, чувствует, улавливает в буднях родного маленького города. В этих непосредственных и неожиданных моментах жизни Мария и находит свое вдохновение. Как в полдень тень была мала, В саду моталась медленно, без дела, Набухала яблоня и полетела, И ты пришел ко мне совсем без тела. Мы ели вишню, в слова играли, И я тебя нисколько не любила, Как и тогда, и раньше, до того, Но почему-то было важно видеть. Бежишь моими голыми ногами, Живешь моими серыми глазами, Какие-то небесные стихи. Расскажи вообще, что тебя вдохновляет как поэт? Вдохновить может вообще все, что угодно. От алкоголиков в очереди, рассказывающих какие-то невероятные истории, в общем, жизнь, которая мне непонятна, в некоторой степени трагична, иронична и смешна, и от этой бури чувств могут родиться стихи. Могут родиться от чего-то возвышенного. Например, вот как-то я ездила на велосипеде летом, остановилась вот за нашей церковью. Как-то меня так вдохновило, я видела, как плывет крест. Было все вокруг такое волшебное, огромное, исполненное какой-то тайной и величия, что несколько строчек родилось, и потом уже я эти стихи дописывала. То есть на самом деле нет такого понятия, как поэтическая тема или непоэтическая тема. Для поэтов любая тема может стать поэтической, если она перекрикается каким-то внутренним настроем. Будучи видным молодым поэтом, критики и оценки со стороны, конечно, избежать трудно. Мария к этому относится спокойно и даже положительно. Но есть один нюанс. Важно, чтобы критик был человеком значимым и авторитетным для самого автора. Мария учится поэзии у признанных мастеров слова. Алексея Алехина, редактора журнала «Орион», Александра Ломтьева, Саровского прозаика и члена Союза писателей. Оценка и практические советы наставников помогают девушке расти в творческом плане и смотреть на свои произведения со стороны. А это очень важно для любого поэта. Хорошо, когда есть наставник, когда есть мастер, когда на тебя могут посмотреть со стороны, потому что какая авторская слепота. Ты написал текст, ты же его из души взял, со слезами просто, разрывая сердце, выложил. Он твой дорогой, любимый, как ребенок. Как же ты можешь на него критически посмотреть? Ты его любишь всем сердцем. Ну, по крайней мере, первое время ты его очень любишь. Когда проходит какое-то время, немножечко отстраняешься от чуждающейся и уже понимаешь, что так, здесь я не так сформулировал, здесь я имел в виду другое, а здесь вот читаешь, что вообще не то получается, что я хотела сказать. Что-то уже начинает проясняться. Но чтобы наиболее какой-то объективной картины достичь, конечно, хорошо работать с каким-то наставником, который опытнее тебя, у него хороший вкус. Я раньше так к стихам своим относилась, вот как к младенцам. Вот я говорила, что не обижайте, ну как же моего ребеночка-то обижать. А сейчас я умею отстраняться, и цель другая – не защитить младенца и себя, свой какой-то облик, свою репутацию, а цель какая-то более высшая, то есть какое-то стремление к искусству, к идеалу, к некоторому абсолюту, которое не связано ни со мной, ни с данным текстом. Если за текстом вот это вот что-то великое и прекрасное есть, то вот оно важно, и его нужно вытащить из этого текста, нужно сделать текст таким, чтобы это великое проявилось, как фотопленка проявилась. И именно это важно. Поэтому работа с текстом не воспринимается мной как-то лично. Я отношусь к конструктивной критике с любовью, потому что это мне помогает, помогает и себя понять, и к искусству двигаться. А прикоснулась к миру поэзии Мария еще в детстве. Как и многие ребята того времени, она росла на стихах Чуковского и Захадера, любила читать книги после школы. Литературные наклонности проявились у девушки во многом благодаря дедушке и бабушке поэта. С дедушкой Мария играла в игру «Придумай рифму», а чтение в доме всегда было любимым досугом. Я помню, что мы поедим, сделаем уроки, потом садимся на диван втроем, я бабушка и дедушка, и они по очереди читали мне книжки. По ролям читали, бывало. В общем, это доставляло такое удовольствие. И, естественно, у меня ассоциация с литературой, с чтением – это самые уютные, самые теплые. То есть, когда я вижу книгу, какое-то рождается ощущение дома всегда. Потому что это же какая-то идиллия сентиментальная. Мы сидим втроем, ничего не существует, нам так здорово. И я думаю, что оттуда эта любовь возникла. В школе я до, может быть, восьмого класса не помню, что я читала, что я любила. Помню, что что-то писала о природе. Мы даже с одноклассницей какие-то четверостиши друг другу показывали, у кого лучше, кто больше написал. В общем, была какая-то у нас игра странная. Потом я влюбилась в Лермонтова. Лермонтов был для меня всем. Я им зачитывалась, учила его наизусть. Мне казалось, что как хорошо мои страдания разделяются. То есть, я чувствую то же самое, что он описывает. И всегда в моей голове его стихи как-то жили. И, возможно, порой я даже мыслила и чувствовала этими лермонтовскими стихами. На вопрос о первом написанном стихотворении Мария задумалась. Потому что поэзия всегда проходила в ее жизни красной нитью. В детстве она писала о природе, в юности о неразделенной любви и меланхолии. Но девушка помнит, как ее стихи стали публиковать в серьезных, так называемых толстых журналах. И история эта началась со знакомства с Алексеем Давидовичем Алехиным. Стихи Марии ему показал писатель Валерий Воскобойников. Спустя, может быть, месяца два мне приходит письмо, где Алексей Давидович говорит, что нам надо серьезно поговорить. А он, ну, Орион в Москве. И живет он в Москве, и редакция в Москве. Ну, я пошла в Москву, в редакцию Ориона. Я помню, шел дождь, я была печальна, потому что я знала, что меня будут ругать. Сели мы, он, у него редакция, он курит, дым стоит. Говорит, что это такое ты написала вообще? Что это? Ну, это же все мертвое. Это не по-настоящему. Ты вообще, ты вот так вообще думаешь сама-то, да, что ты там пишешь? В общем, начался разнос, но из этой стопки он взял одно стихотворение. Вот он напечатал в Орионе. Говорит, вот я взял одно стихотворение, значит, у тебя есть возможность писать нормально. Вот. И, в общем, был у нас разговор, но, мне кажется, часа два-три мы с ним разговаривали. И за этот короткий разговор, он разбирал построчно, приводил какие-то примеры. В общем, за этот короткий разговор я была в полном упадничестве, разочарована в жизни и в себе. Вот. Но, видимо, что-то поменялось, потому что там шла речь о правде и вымысли, что искусство – это о правде. Если ты это пережил, ты это пиши. А если это мысли какие-то чужие, взятые из абстракций, то это не искусство, это плохо. Ну, я упрощаюсь сейчас, конечно, это всё. То есть, надо душу наизнанку вывернуть, честное слово своё сказать. Вот. То есть, какие-то прописные истины, красиво написанные, никому не нужны. И, да и мне-то они не нужны. Зачем я их пишу, да? Вот у меня как-то зачем это всё? Вот. Но тут как? После такого разбора или продолжишь писать нормально, или бросишь писать. Я знаю людей, которые бросали писать после жёсткого разбора. Ну, я человек настойчивый, меня много ругали, но я это дело не бросаю, потому что не могу остановиться. И крест над церковью плывёт так мирно, и мне ещё любить себя так рано. Кузнечный стрёлкот в окружении белом. Так то ли песня, то ли жизнь летела. Теперь признать своё ненахождение, отсутствие себя в звенящей роще. Найти меня захочешь, не отыщешь. Назвать захочешь, имени найдёшь. После школы Мария Затонская поступила учиться в Москву, в Институт русского языка имени Пушкина, на филологический факультет. От жизни в Москве девушка решила взять всё. Ходила по рок-клубам и концертам. Выражала себя в неформальном стиле одежды. Но через время Мария всё-таки взялась за учёбу и успешно закончила первую ступень образования. После этого молодая поэтесса поступила в магистратуру. Я пошла в магистратуру, в Институт культуры, Московский государственный институт культуры, МГИК. Когда я туда попала, всё на бесплатное место, учусь, нас всего двое. Нам говорят, у вас мало, ребят, мы вас отменяем. Что значит отменяем? Возмущаемся мы двое. И нам говорят, мы вас на второй высший вопрос перейдём, на специалитет. И останется вам столько же лет до конца, как если бы вы учитесь в магистратуре. Короче, получилось так, что у меня два высших образования только из-за этого. Потому что магистратуру отменили и меня перевели. В общем, это журналистика, телевидение, радиовещание. Там у меня специалитет, у меня там красный диплом, там было здорово. Мы там что-то снимали, что-то писали, какие-то эти статьи, рецензии. В общем, более такая практичная деятельность, насыщенная. Но самое интересное, опять же, что общение с людьми, куда ты ездишь, на какие-то мероприятия. У меня в РИА Новости ездила, там какая-то пресс-конференция была. Опять же, такой опыт активной какой-то жизни, наверное, это обогащает. Расскажи о своих книгах. Я смотрю, у тебя две, да, твои книги? Вот расскажи о них вообще, история их написания, их создания, как ты их издавала. Вот в 2019 году я выиграла премию «Русские рифмы». Очень интересно, потому что ведь я в рифм почти не пишу. По крайней мере, не писала. Сейчас у меня больше рифм стало появляться. Но «Русские рифмы» с свободными стихами я выиграла. И в качестве награды издательство «Эксмо» выпустил мне книжку. Сборник стихов, называется он «Дом с птицами». Вышел он в феврале 2020 года. Тут, значит, где-то около 90 стихотворений. Мне очень нравится оформление. Мне когда прислали на верстку, посмотреть, как это все будет, вот это, что сверху остается вот это вот пространство, мне такое ощущение, как будто это место для неба, что ли, потому что «Дом с птицами», вот это вот здесь вот небо. Вы здесь вот почитайте, а главное, оно может быть вот здесь вот, как небеса. Не знаю, тут еще звездочки такие, может быть, звезды на небе. Не знаю, у меня очень много ассоциаций как-то возникло. Мне очень понравилось вот это вот оформление. И вообще мне говорили, что кто читал, что так даже комфортнее читать, чем когда текст сверху, вот, что вот он снизу вроде как. Взгляд-то падает куда-то на середину, и вот он, оп, чуть ниже, и тут, значит, идет текст. Вот. Мы с обложкой, да, долго мучились, с обложкой долго мучились. Мне, значит, нужно было как? Чтобы обложка несла образ, какую-то картинку устойчивую. Вот. И мне предлагали картинки, которые мне не нравились. Они были или слишком лирические, или слишком меланхолические. И, в общем, ну, я знала, что я хочу круче. Я взяла карандашом, нарисовала, что я хочу. Ну, в общем, вот это я нарисовала карандашом. Это криво-косо, но вот, действительно, вот таких вот птиц, это же вот... То есть это твое. Ну, это потом обработали, да. То есть птицы там были, да. У меня же... Я не художник, поэтому птицы нарисовала вот таких вот кривых, странных. Вот. Вот. Но я подумала, ну, это же концепция. Пусть это будет концепция. Не птицы, а птицы. Вот. И окно. Мне нужно было это окно. И потом в цвете мне прислали. Мне очень понравилось. То есть цвет для меня это какой-то вот вселенной. Когда вот на нее смотришь где-нибудь в планетарии. Вот. Птицы куда-то во вселенную летят. Из окна. Или из вселенной в дом. Тут такая множественность может возникнуть с интерпретацией. Да, очень интересно. Вот вторая книга. Да, вторая. Это вот издательство «Стихи» выпустило мне книжку-миниатюры. Она называется тут серия «Сингл». Тут на второй стороне, на заднике написано, значит, первая сторона, вторая сторона. То есть как будто это диск. Вот. То есть такой дизайнерский ход. И здесь короткие стихи. Вот. Я тут даже закладывала для одной из своих презентаций, вот, что читать. Они похожи на миниатюры по объему и по… ну, тематически тоже. То есть там несколько персонажей они что-то делают, как сценка, как зарисовка. Мария успевает не только развиваться в сфере творчества, но и быть женой и любящей мамой. В семье у Марии подрастает лапочка-дочка. А муж во всем поддерживает свою талантливую супругу и дает ей возможность самовыражаться и развиваться. Но все-таки с поэзией у Марии Затонской больше, чем любовь. И поэзия – это не только про стихи. В первую очередь, это про ощущение жизни и ее восприятие чутким сердцем. Это вот я и есть. Это то, что останется со мной, когда больше ничего не будет. И я очень счастлива, что у меня это есть.